здравствуйте дорогие друзья с вами снова или на наша рубрика усадьба для души самое время рассказывать вам о садовых растениях особенно для тех друзей которые только обустраиваться на своих участках садовых сейчас опять это модно поэтому я надеюсь что то что я вам расскажу вам будет очень полезно мы осенью делали ролик о древовидном пионе вот можете убедиться в том что даже не укрываем способом на древовидный пион великолепно себя ведет мы свои пионы просто посадили и на зиму ничем не укрывали все зимние морозы он пережил прекрасным результатом пустился бутоны поэтому сейчас я расскажу для тех кто только собирается посадить себе древовидный пион все что знаю об этом растении расскажу как его правильно посадить как за ним ухаживать начнем с того что сортов пионов огромное количество приношу извинения заранее если у меня будет плохо слышно на участке сегодня очень ветрено так пионы различаются по сортам их огромное количество но я точно за не менее 50 они отличаются тем что сорта бывают махровые не махровые полумахровые а также цветностью чаще всего и самое неприхотливое это растение с белыми цветами сиреневыми серединками очень крупные цветы на старых кустах которым уже несколько десятков лет иногда распускается буквально до 200 цветков одновременно а если учесть что каждый из них размером примерно 25 сантиметров то вы представляете какое-то феерическое зрелище плюс к этому всему великолепный аромат вот и я думаю что каждый мечтает завести такое растение пару еще вопросов о откуда пришло к нам это растение все сорта в основном были завезены с дальнего востока не все они конечно зимостойки так как вот эти вот сорта которые чаще всего разводят белый о котором я вам говорила и малиновый еще есть более экзотичные пионы с красными и желтыми цветами требует легкого укрытия на зимовку поэтому имейте ввиду а вот белые с фиолетовыми серединками это пожалуй самый зимостойкий сорт который можно спокойно заводить и за него зимой особо не переживать под легким покровом снега зимнего он вполне перезимует и великолепно себя будет чувствовать и так пион достойное садовое растение которое стоит заводить и теперь какое место для него выбрать дело в том что все пионы очень с большие самцелюбы но мне практика показала что полутенистое место для них предпочтительным в каком плане зелени конечно нужно побольше солнца а вот цветы очень быстро запекаются на под сильными яркими жаркими лучами солнца поэтому место выбираем полутенистое если вам хорошенько видно у меня древовидный пион содействует с высокорослыми сортами можжевельника это сделано не случайно именно вот это вот полупрозрачная тень который дает можжевельник создает легкий флёр полутенистый над растением что позволит ему дольше и активнее цвести солнце яркое и открытый солнечный участок выдержат великолепно зелень а вот цветочки очень быстро закончится в полутени растение цветет буквально целый месяц обычно если погода позволяет в средней полосе россии украины зацветает в конце апреля цветет до конца мая так что в принципе ради этого цветения его собственно говоря и держит если ориентироваться на растение после цветения но пожалуй тоже вот достаточно презентабельно выглядит и неплохо может быть использовано для высокорослого бордюра вдоль дорожек садовых так что в данном случае ландшафтном дизайне тоже найдет свое применение так мы с вами определились с местом где у нас растет пион теперь поговорим как делать ему посадочную яму дело в том что дорогие мои друзья пионы на одном месте могут расти до 80 лет без всякой потери для внешнего вида и цветения поэтому настроимся на то что мы его сажаем надолго и всерьез поэтому определенно выбираем ему посадочную яму правильно копаем во первых насчет влажности пионы любят очень полив но полив умеренный в каком плане на заболоченных участках пионы не растут поэтому если у вас есть низины в которой постоянно стекает вода и там можно сказать заболоченный участок получается в вашем саду не отпускать его под пионы лучше почаще его поливайте по приезду если у вас есть возможность поставить оросительную систему это будет очень замечательно для вашего растения корни не должны быть в болоте а вот это достаточный полив не менее трех раз в неделю ему очень понравится если вы поливаете его ведром при каждом поливе не пожалеете по одному ведру на растения таким образом вы достаточно промочите вокруг него землю и он получит достаточное количество влаги я вам говорю о по ведру для растений которые примерно где-то высотой около метра если у вас старый многолетний куст который с вами уже сравнялся в размере потому что некоторые сорта спокойно дорастают с половиной метров там нужно увеличивать количество единоразового полива то есть не одно ведро уже а 23 ведра особенно в июле вот это количество влаги ему вполне будет достаточно чтобы себя хорошо чувствовать посадочная яма если у вас земли песчанистые то вам придется выкопать ему яму больше чем обычно копает если вы например вы садите его в суглинки обязательно если у вас суглинок что такое суглинок это глинистая почва но при этом относительно будем считать рассыпчатая не стопроцентная глина рыжая земля все-таки такого коричневатого оттенка это говорит что это суглинок на суглинки копается яма 60 на 60 и 60 глубина под корень было бы очень здорово насыпать торфокрошку или вот этот торфяной грунт который продается для комнатных растений вам примерно нужно будет под корневую систему вашего растения если вы насыпите чуть меньше половины ведра растению это очень понравится помимо этого посадочную яму засыпается 30 грамм азотных удобрений 20 грамм калийных и 20 грамм фосфорных любых какие вы купите в магазине их огромное количество если вы берете комплексное удобрение сыпьте пожалуйста примерно 60 грамм ваших комплексных удобрений где есть и фосфор и калий и азот под корень вашему растению и так у вас в образованную посадочную яму вы насыпаете половину ведра торфа насыпаете минеральные удобрения все это перемешиваете и только после этого организовываете ваше растение на постоянное место дислокации помним о том что растению мы помогаем выжить прижиться все что вы для него предоставите в этот момент вот эту торфа крошку и минеральное удобрение позволит ему активно пуститься в рост и завязать очень достойные корешки некоторые садоводы еще добавляет к этой смеси литровую банку залы от костра я считаю что это тоже правильно я всегда на уголь смотрю как она очень полезное вещество окна царбин то очень хороший корням особенно подрубленным всегда нужно какие-то антисептики для того чтобы растение себя хорошо почувствовать и так в эту подготовленную яму вы усаживаете свое растение присыпаете его землей хорошо утаптывайте обязательно утаптывайте вокруг растения ногой с таким расчетом чтобы вы видели что земля опустилась и уже больше некуда ей двигаться тем самым вы вокруг корней растения избежите возникновения воздушных карманов которые повредят корни растений не должны болтаться в воздухе они должны быть плотно находиться в земле для этого вы утаптываете после того как вы утоптали вы должны будете вновь посаженное растение полить в количестве одного ведра на посаженное растение если у вас их несколько даже очень маленьких и вы хотите из них создать композицию напоминаю что между растениями надо оставлять не менее метра а лучше полутора в зависимости от сорта это растение может захватить достаточно большое пространство я надеюсь вы видите что вот это даже не самый крупный куст занял ширину примерно больше метра поэтому не обязательно друг у друга чтобы растения друг друга сильно уплотняли с боков оставьте сразу полтора метра между ними не ошибетесь таким образом рядом можно посадить сорта с разной окраской цветов это будет замечательно или сделать моно пятно посадив на растение одного сорта для того чтобы у вас получилась куртинка очень красивых цветущих растений древовидный пион помимо того что я вам рассказала вот если у вас например песчаной почвы вы должны выкапывать не 60 сантиметров яму на 60 а метр на метр и примерно 80 сантиметров глубину выбирайте свой песок оттуда обязательно добавляете под корни растения плодородную почву примерно полтора ветра можете смешать эту плодородную почву с тормом покупной для комнатных растений туда же добавляйте 60 грамм комплексных удобрений все перемешиваете только тогда сажаете растение песок один из самых рыхлых материалов многим растениям нравится например ирисы очень любят расти в песке но об ирисах будем говорить попозже я вам расскажу почему они это любят здесь же в данном случае учитывая что растение высота садите всерьез и надолго вы должны ему создать более плодородные почвы чем просто песок поэтому не забываем насыпать туда грунт плодородный плюс торф плюс минеральное удобрение и было бы неплохо опять же литровую банку золы от костра при таком вашем отношении пион обязательно приживется после этого полив ведро на растение посажено я думаю что вы в следующем году будете наслаждаться его цветением если вы сажаете растение на нем уже присутствует бутоны тем более если вы это растение покупайте не в контейнере а с открытой корневой системой то есть покупайте у людей которые торгуют на базаре невзирая на то что жалко бутонов срезайте пожалуйста все побеги и оставляйте только примерно 10 сантиметров от земли для чего я это говорю растение очень трудно тянуть побеги при подрубленном корне и тем более бутоны не заставляйте его выполнять немыслимую для себя ситуацию он будет стараться распустить бутоны при этом подрубленный корень умрет раньше чем успеет распустить цветов сажать с бутонами можно только те растения которые вы покупаете в контейнерах которые там росли длительное время и хорошо укоренены только в этом случае вы можете сохранить бутон на вновь посаженном растении я сейчас подойду ближе потому что ветер все сильней и я боюсь что меня будет плохо слышно помимо того что вы посадили ваше растение вы должны помнить что его надо обязательно подкармливать первая подкормка для всех растений в саду включая древовидный пион делается по растающему снегу то есть еще растение находится можно сказать зимней спячки по снегу вот это первая мартовская так сказать возможность появиться в саду вы должны использовать на то что разбросайте минеральные удобрения в районе куста древовидного пиона надо рассыпать где-то примерно 50 грамм минеральных удобрений на квадратный метр ваших посадок или можно сказать прямо под корень вторая подкормка комплексными минеральными удобрениями ему нужно будет когда начнут высоко подниматься стебли это сигнал для того чтобы вам и вот если вы еще увидели что начали зарождаться бутоны это говорит о том что вам пора делать вторую подкормку третья подкормка полными минеральными удобрениями напоминаю вы можете их собрать из отдельных удобрений например взять 20 грамм фосфорных 20 грамм калийных 20 грамм азотных смешать между собой эту смесь предложить либо в жидком либо в сухом виде вашему пиону иногда можно это разбросать по дождю тогда дождь вам поможет растворить удобрение вам не придется делать из него и раствор предварительное из из одобрения и так на фазе бутонизации у нас происходит подкормка следующая подкормка полными минеральными удобрениями когда ваши растения начнет свистеть это момент очень ответственный поскольку в этот в этом случае растение максимально выкладывается для того чтобы обеспечить жизнью каждый бутон который она завязала поскольку их может быть до 200 на старых кустах как вы понимаете ему непосредственно очень серьезные нужны подкормки и в момент цветения вы ему должны обязательно помочь и так 60 грамм полного минерального удобрения в момент цветения после того как ваше растение цветет ему потребуется последняя подкормка это будут только фосфорно-калийные удобрения они нужны для того чтобы растение получила возможность восстановить силы это фосфор и калий поможет набраться зимостойкости перед очередным зимним сезоном когда ваше растение должно без потерь для себя перезимовать поэтому вам потребуется после цветения примерно через десять дней вы даете хорошую порцию фосфорно-калийных удобрений кстати фосфорно-калийные подкормки можно повторять этому растению до середины августа то есть его подкормить еще примерно два-три раза хуже вы своему растению не сделаете вы его сделаете более зимостойким более уверенным в себе более сильным для хорошей качественной зимы теперь на что могу еще вам обратить внимание после цветения у вас останутся семена на вашем растении если вы не собираетесь его разводить семенами а семенами можно растение разводить только в единственном случае если у вас не махровый сорт тогда семенами можно размножать ваше растение сеете его в рыхлую землю лучше конечно в тепличке там она без потерь для себя начнут проклевывать эти семена и выращиваться если перед вами махровый или полумахровый сорт то семена не всегда бывает передают материнские качества растения мало того что сеянцы позже зацветают вот если даже черенок если вы черенкуете ваше растение или легче всего иными словами выкопать старые кусты отделить от него деленку тогда вы получите полноценное растение очень быстро и она быстро вступит в цветение напоминаю что если у вас молоденькое растение вы купили и расстраиваетесь что она у вас не цветет помните первый цветок на пионе возможен только на шестой год его жизни поэтому если у вас пион не цветет молодой то это видимо только потому что он еще не достиг своего периода цветения поэтому не расстраивайтесь а просто запаситесь терпением ну что семена на растение после цветения отстригайте не вынуждайте ваш пион выращивать семена вы же хотите чтобы он в следующем году хорошо зацвел поэтому все семенные завязавшиеся коробочки удаляйте это напрасный труд выращивать семена и тем более ослаблять этим свое растение если вы выполните все мои нехитрые рекомендации у вас будет великолепное зрелище прекрасное растение которое будет вызывать восхищение не только у вас но и ваших соседей и знакомых ухаживать за ним очень просто немножечко помогите ему с минеральными удобрениями не забывайте эти вот маленькие вехи вам это дорого не обойдется удобрение стоит не так дорого а вот получить здоровое прекрасно цветущее растение это прекрасная задача с которой вы обязательно справитесь я уверена что мы еще будем на даче когда зацветут наши пионы и я всем этим нашим рассказом добавлю вам подтверждение что ради такого цветения стоит это растение выращивать с вами была елена всего доброго до новых встреч